Пронзительный виск, следы крови, маленький нож. Около часа ночи в дежурную часть полиции поступил звонок. В ходе разговора с оперативным дежурным жительница дома с улицы Пушкариха пояснила, что в подъезд вошли двое мужчин, один из них причинил ножевые ранения собаки. На место выехала оперативно-следственная группа. Было найдено животное, были зафиксированы следы происшествия, то есть там следы жидкости бура цвета, оно соответственно похоже на кровь животного. Животное также на месте находилось, у него были небольшие ранения. Также в ходе проведения разбирательства, скажем так, на месте происшествия было установлено сразу же лицо, которое совершило данное деяние. Им оказался гражданин соседнего дома 79-го года рождения, данный человек уже опрошен. В настоящее время по материалу проверки проводится проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. На место происшествия был вызван ветеринар, который зафиксировал ранение животного. Пес не мог вставать, раны были нанесены неглубокие, но доставляли собаке боль. Была колотая рана, наживая где-то сантиметр, ну может полтора максимум в длину, да, в глубину мы не проверяли, потому что это бы надо было делать обездвижку и вести уже именно здесь осматривать. Но так как собака нормально дышала и на осмотре не было замечено, что была травма нанесена грудной клетке и легким, то мы сделали противовоспалительно-обезболивающие препараты, антибиотики и оставили на лечении. Порезаны мышцы грудные как раз в области прикрепления плечо-лопаточного сочленения с мышцами грудной клетки, но сама грудная клетка, там пищевод, трахея не задеты. По словам участкового, гражданин, который причинил ножевые ранения псу, защищался от разъяренного животного. В эту же ночь он обратился за медицинской помощью в приемное отделение ЦРБ. В ходе опроса полицейским пояснил, что собака на него набросилась сама. Он пояснил, что когда зашел в подъезд вышеуказанного дома, на него данная собака набросилась, схватила его за руку и он уже, как поясняют, чтобы защититься от нее, поскольку от него не отпускала руку, прокусила ему руку. У него был при себе небольшой ножичек для нужд, скажем так, повседневных, которым он воспользовался и нанес им неглубокие, получается, удары по животным, после чего собака от него отбежала. Его слова подтверждаются у нас и другими людьми, которые были опрошены, уже предварительно опрошены по материалу проверки, которые подтверждают, что да, действительно, это животное в отношении некоторых людей вело себя довольно-таки агрессивно, то есть набрасывалось и не пропускало. На доме установлена видеокамера. На записи видно, как двое мужчин гоняют этого пса по улице. Жительница дома Нина Синицкая уверена, что они пришли расправиться с собакой целенаправленно. В чужой дом взломали дверь в подъезд и свалили все на собаку. Собака-то защищала свое место. А кто их звал? Они, якобы, объясняют. Я не встречалась с ними сама, не разговаривала с ними, что, якобы, они шли сюда к другу. Нету их друзей в нашем дому. У нас нет таких людей здесь. Они шли, я считаю, целенаправленно, разделаться с этой собакой, потому что им брало зло, что собака на них лаяла. По словам жителей дома, собака по кличке Рыжий жила в подъезде давно. Она провожала детей в школу, взрослых на работу. Добрая, хорошая, бездомная собака. И люди просто к ней по-человечески относились, во всем в нашем переулке, да и прохожие, которые, они знали ее, она никого не трогала. С момента нападения на Рыжего прошла неделя, но жители дома и сейчас возмущены. Нина Максимовна боится засыпать после такого происшествия. Устюжанка все еще со слезами на глазах вспоминает ту ночь субботы. Я глянула на час в то время, около двух, второй час, неимоверный виск. Я подошла, глазок посмотрела, вижу там народ, слышу, все слышно же. Сбежали сверху, тут все двери открыли, я не вышла. Но я всю ночь успокоиться не могла, когда я утром вышла на площадку, вся площадка была в крови. Собака лежала пластом вот у тех удаленных дверей. Двери все умазаны, двестибунь весь улит кровью. Сейчас у пса началась новая жизнь. Его приютила семья, которая живет за городом. Пес чувствует себя гораздо лучше, но на переднюю левую лапу не наступает. И есть пока тоже не может. Проверка происшествия продолжается полицией. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».